Итак, третий год жизни. В этом возрасте продолжаются примерно те же линии развития, что и прежде, но игрушки, тот же тип игрушек, усложняются. Например, пирамидки могут быть уже не простые, примитивные, а более сложные, вот такого типа, которые нужно собрать по цвету и выстроить в разные такие башенки. Эти башенки можно варьировать, но их собирание требует терпения, настойчивости, внимания, хотя, в принципе, игрушка того же типа остается. Вкладыши. Тоже вкладыши остаются актуальными, но только они приобретают несколько другие формы. Например, вкладывание может быть уже теперь плоскостным, когда мы вкладываем не один стаканчик в другой, а формы в определенной прорези. Вот таких игрушек тоже достаточно много, когда нужно, опираясь на изображение, нарисованное на фоне, собрать какую-нибудь картину и вставить соответствующие детали в подходящие по форме прорези. Вот это уже игрушка, что-то среднее между вкладышем и составной картинкой. Вот о составных картинках хотелось бы немножечко сказать подробнее. Сейчас в большой моде так называемые пазлы. Их огромное количество, и они предлагаются детям уже с двух лет. И дети демонстрируют какие-то чудеса просто в скорости и в искусности собирания этих картин. И родителям кажется, что это очень развивающая игрушка, которая способствует мышлению, вниманию, я не знаю, всяким разным способностям. На самом деле, если эти пазлы предполагают сбор исключительно ключ в замок по форме, то ребенок совершенно не представляет, что он собирает. Понимаете, пазлы – это составная картинка. А составная картинка должна иметь какой-то целостный образ. То есть ребенок должен представлять, что он собирает. Он должен видеть эту картинку, она должна у него быть как-то представлена в образном плане. А если он механически подбирает, вот подойдет, не подойдет руками, то это такая манипулятивная, довольно-таки однообразная деятельность, которая ничего такого в развитие не вкладывает. Ну, разве что терпение и усидчивость. Разве что некоторое расслабление, когда голова выключается, а руки, соответственно, подбирают соответствующие детали. Так вот, гораздо полезнее в этом плане разрезные картинки. То есть это тоже разделенные картинки, но они разделены по прямой. Достаточно разрезать одну картинку пополам или на четыре части, или на три части, и уже будет своего рода загадка, как ее собрать, чтобы получилось целостное изображение. Здесь разрез не подсказывает место положения этой детали. Соответственно, нужно обязательно представлять, что я собираю, где низ, где вверх, где право, где лево. Вот такие картинки легко изготовить в домашних условиях, ну, пожертвовав, конечно, какой-нибудь не очень нужной картинкой. Аналогом такой вот разрезной картинки являются кубики, картинки на кубиках. Тоже хорошо известная старинная игрушка, когда нужно из, ну, в данном случае с четырех, и для двухлетних детей вполне достаточно четыре детали, нужно собрать какую-нибудь зверюшку или какую-нибудь картинку. Вот так вот собирая, ребенок должен представлять, что ноги внизу, голова вверху, там хвостик с одной стороны, лапки с другой стороны. И вот так, собирая эту самую картинку, он получает целостное изображение. Такого рода занятия вполне доступны ребенку на третьем году жизни. Но, естественно, этих деталей не должно быть больше четырех. Чем старше дети, тем большее количество деталей допустимо в таких пособиях. Теперь еще очень актуальным в этом возрасте является развитие так называемого детского экспериментирования. Мы немножко затрагивали эту тему, когда говорили о втором годе жизни. Вот здесь это экспериментирование уже предстает в таком чистом виде, когда ребенок пробует свои возможности. Вот что очень важно. Он еще не знает, получится у него или нет. Он не знает, какой эффект вызовет это движение. Но игрушка позволяет это попробовать. Вот, например, прекрасная игрушка, широко известная и очень популярная. Бычок. Она, конечно, комплексного, так сказать, назначения. Это и бычок сам по себе очень такой милый, симпатичный, о котором хочется заботиться и как-то соответствует характеру этого милого животного. Но главное, что он ходит. Это вариант так называемых динамических игрушек, которые сами движутся. Движутся под влиянием действий играющего. Вот его надо немножечко толкнуть, чтобы он так пошел. Причем мы до конца не знаем, упадет, не упадет. Вот этот знаменитый стишок идет, бычок качается. Сейчас доска кончается. Сейчас я упаду. Вот он как раз про этого бычка, собственно, и написан. И в зависимости от того, с какой силой мы его толкнем, он, соответственно, будет идти или мелкими, или крупными шагами, или упадет, или пройдет эту дощечку. Целиком. Так вот тут очень важна точность движений. Что для маленького ребенка очень трудно. Очень. Может быть, даже это только к концу третьего года жизни становится доступным такое движение. Сначала он может слишком сильно его толкнуть, и он шлепнется. Или недостаточно толкнуть, и он не пойдет. Но, тем не менее, наблюдать за движениями этого животного очень интересно. И чувствовать, от каких моих движений он сможет идти. Вот сейчас вот упал. В общем, это прекрасная игрушка, вот как раз в конце раннего, в начале дошкольного возраста. И таких динамических игрушек очень много, на самом деле. И они широко известны. Многие из них такие народные. Вот этот знаменитый заяц, который барабанит по барабану. Тоже нужно очень тонкое движение, чтобы запустить движение этого зайца. Причем, смотрите, движение вот это вот по кругу, а лапки движутся вот так вот вертикально. Это, опять же, какое-то такое несоответствие и удивление. Почему это я кручу, а он барабанит? И в зависимости от того, насколько интенсивно я кручу, он либо более, либо менее активно стучит по этому своему барабану. Такая же вот, такого же типа лисичка, у которой хвостик тоже крутится шарик, а хвостик туда-сюда, хвостик туда-сюда. Эти игрушки отрабатывают тонкость движений и чувствительность к своему движению, потому что здесь вот обратная связь от этого движения, она буквально налицо. И результат своих усилий ребенок может наглядно видеть. Вот эти игрушки, они хороши тем, что движение этих игрушек зависит от играющего. В отличие от электронных, от каких-то заводных, от самовоспроизводящих игрушек, где от ребенка ничего не зависит. Там нажал на кнопку, и самые разные движения, самые разные эффекты мы видим. Здесь именно мои движения определяют изменение этой игрушки и ее действия. И в этом их ценность, потому что, как я говорила, чувство своего движения, чувство себя – это одна из самых важных функций игрушки, которые она дает нам. Теперь еще экспериментирование возможно в плане вестибулярного выстраивания. Вот это очень хорошая игрушка, мы ее очень любим. Это пирамидка, но в то же время она позволяет экспериментировать и пробовать. Пробовать, в каком состоянии эти дельфинчики установятся, а в каком они упадут. Это никогда неизвестно. Это только проба. Проба и очень тонкие, аккуратные движения. Видите, они встали друг на друга довольно ловко. Но стоит дыхнуть, и они развалятся. И вот собирание такой пирамидки, проба их на устойчивость – это вещь тоже, относящаяся к экспериментированию. Мы пробуем, получится или нет. Потом к этому классу экспериментирования тоже можно отнести звуковые игрушки. Вот здесь у меня такие типы ксилофона. Понятно, что двух-трехлетний ребенок еще не будет тут изображать какую-то мелодию, но сравнить звуки он может. И воспроизводить разные сочетания этих звуков он может, и ему будет очень даже это интересно. И вот это слуховое сосредоточение и сопоставление высоких-низких и нот – тоже вещь очень важная. Вообще звуковых игрушек довольно много, и они хороши, безусловно, прежде всего для такого экспериментирования. Но все, о чем мы говорили, это еще не игра. Это так называемая предметная деятельность. В то же время, на третьем году жизни игра зарождается, начинается. Что такое игра, спросите вы, почему вот эти все пирамидки и вкладыши, и кубики не относятся к игре? Вот в отечественной психологии принято особое понимание игры как такой деятельности, в которой ребенок выстраивает воображаемую ситуацию. Когда мнимая и реальная ситуация расходится. Когда один предмет превращается в другой. Когда эта палочка может стать карандашом, ложкой, градусником, ракетой, если она летит вниз. То есть она может стать всем, чем угодно, то, что я в нее вложу. Вот это то, что дети называют понарошку, как будто. И вот превращение одного предмета в другой и знаменует начало игры. И это превращение начинается вот уже на третьем году жизни. Оно тесно связано с появлением речи, потому что функция этого предмета и действия с ним зависит от того, как мы его назовем. Если мы назовем вот эту палочку карандашом, мы будем действовать не вот так вот, а если ложкой, то вот так вот. Все зависит от названия. То есть действие тут происходит не от вещи, а от того смысла, который вкладывается в нее посредством слова. И вот на втором году жизни, поскольку ребенок овладел уже речью, спокойно говорит, возникает возможность игрового переименования предмета. Когда один предмет превращается в другой. Мы его называем котлеткой или конфеткой, и он таковым и становится. Первые игры ребенка – это игры с куклой. Это должна быть большая кукла, спокойная, без всяких, конечно, там, наворотов и без всякой модной одежды. Кукла, напоминающая малыша. И ребенок сначала делает с этой куклой то, что с ним делает мама. Переносит вот эти привычные действия на куклу. И вот он ее кормит, он ее причесывает, моет ручки, укладывает спать. И сначала это тоже не совсем игра, потому что он ничего не придумывает, ничего не переименовывает, а просто ухаживает за куклой. Но взрослый с помощью каких-нибудь простых элементарных предметов может предложить ребенку вот такого рода переименование. Например, куколка у нас очень хочет котлетку. Давно не ела котлетку куколка. Давай сделаем куколке котлетку. А где котлетка, спросит ребенок. А вот она, скажете вы, показывая какую-нибудь бумажку. Давай, как будто это у нас будет котлетка. И кормите эту куколку вот этой самой котлеткой. Куколка с удовольствием кушает. И когда ребенок несколько раз видит, как в руках взрослого какая-нибудь там бумажка или палочка превращается во что-то нужное для игры и вкусное, он очень быстро схватывает этот способ переименования, замещения одного предмета в другой. И использует это переименование в действиях с игрушками. Сначала вот эта простая кукла, но все-таки момент вот такой вот условности чего-то другого, он тут безусловно присутствует. Вот с этого, собственно, начинается игра. И начинается она в раннем возрасте, на третьем году жизни. Повторяю, необходимым условием является овладение речью. А расцветает пышным цветом, во всяком случае, должна. В дошкольном детстве. Продолжение следует...